Всем привет! Добро пожаловать! Это обзор матчей Национальной Хоккейной Лиги. Очередной игровой день, множество интересных событий, яркие моменты, жизненные и просто большие спортивные истории. Все, что вы хотите знать о главной Хоккейной Лиге мира. Погнали с противостояния главной команды этого регулярного сезона и Рейнджерс, которые вроде как даже еще не потеряли шансов теоретических, но правда уже устроили небольшую распродажу своих талантов. Лайтнинг идут уже на свою 49-ю в сезоне победу, но естественно Нью-Йорк у себя дома в МСГ отдавать никому ничего не будет. Не спрашивает, правда, особенно Тайлер Джонсон. Быстренько с Никитой Кучером они разобрались. У Джонсона юбилейный трехсотый уже поинт в активе у Кучерова, 72-я за сезон, только результативная передача. Достаточно быстро Тампа сделала и 2-0. Большинство, отгадайте, кто там ассистент, вот номер 86-й тоже, может быть, о нем что-нибудь слышали когда-нибудь. И Джей Тимиллер налегко перед воротами прыгает здесь, скачет в разные стороны Александр Георгиев. Начало неудачное, но во втором периоде команда Нью-Йорка сработала достойно. Здесь очень крутая передача от Джимми Визи. Для себя зарабатывает уже 27-й гол в сезоне Мико Зибониджат. Визи большой молодец, шайбу провез и идеальная просто передача с бэкхенда в очень маленькое окошко. Зибониджат в полном порядке. Счет становится 2-1, вроде бы вот он шанс для Рейнджер зацепиться, но Рейнджер сцепляются только за лица своих соперников. В этот момент, сразу после, собственно, этого гола. Достаточно большая свалка с участием практически всей команды. Хорошая тут битва 1-1. Тут Яни Горди досталась от Павла Бучневича. Тоже вполне неплохо сработал 89-й номер. Самая яркая порция хуков. Чуть позже вот они играют 4-4. Естественно, Тампа с удовольствием использует ту свободу, которая появляется. Вау, какая передача. Вау, какой гол, а? Да, Дэн Джерарди делает счет 3-1. Четвертый гол у него только в сезоне. Брейден Пойнт, Стивен Стэмкос в ассистентах. У них уже больше 40 ассистов в этом году. Но это же 4 на 4 противостояние приносит и Рейнджер. Тоже еще один яркий момент. Шикарнейший быстрый отрыв. И Джимми Визи еще один отличный эпизод создает. У него 16-й гол плюс 18-я передача. Была чуть раньше в этом периоде. И вот уже Рейнджер счет сравнивают. Большие молодцы наместников. Отметился результативной передачей. Буниевис зарабатывает на своей команде равный счет. И у него 4-й гол в этом сезоне. Так что 3-3 после двух периодов. Рейнджер вроде бы в порядке. Осталось только им эту победу затащить. Но, естественно, против Тампы сделать это очень тяжело. И здесь вот несколько моментов было в третьем периоде. И у тех, у других. У Рейнджерс большинство. Команда неудачно заходит в чужую зону. Есть быстрый контратрыв. И хорошая работа Георгиева. Который, правда, сам соперник подарил второй момент. Сразу после первого. Но все-таки с первым справился. И не самый получился удачный выход. На ворота у Адама Эрни. В овертайме остается играть меньше двух минут. Тампа в атаке. И получает супер шанс Виктор Хэдман проявить свои снайперские качества. И красиво разбирается Кучеров. Третье результативное в матче передачи. Виктор Хэдман. Восьмой гол в этом сезоне. Он главный герой этого матча. Первая звезда Кучеров. Вторая Джимми Визи. Третья. И у Тампы теперь. Вы завдумайтесь. 49 побед. Уже. Это была 64-я игра в сезоне. 49 побед. И команда в данный момент имеет столько же побед, сколько набранных очков имеет, например, Оттава в рамках регулярного сезона. Тампа ничего играет. 102 очка уже в сезоне. Много разных историй. Перед началом матча Эдман Тенойлер с Торонто Мэйпл Ливз. Конор Макдэвид перед началом матча там у Кены Хичкока спрашивает один из репортеров. Говорит, вы наверняка же помните, как приезжал в Торонто и убивал военгрец. Говорит, да чем не помнить-то? Он сейчас в Макдэвид приедет, то же самое оформит. Чего вы переживаете? Ну и начало матча здесь получается очень веселым, только как бы совсем, опять же, не для хозяев. Вот уже первые здесь минуты. И посмотрите, какой чудо-гол с проходом через всю поляну практически организует Леон Драйзальтель. Феноменальнейшая 39-я шея в сезоне. Макдэвид 54-й ассист уже. И вот они вроде бы 1-0. Большинство реализовано. Очень крутой гол. Всех обыграл. Опять же, и большинство тут не понадобилось. Он в одиночку нормально сработал. Но этот момент не сильно вывел из равновесия домашнюю команду. Она через 6 минут делает счет 1-1. Патрик Марлон все еще здесь. Он в полном порядке по-прежнему. Джек Мазин, Конор Браун ассистент. У Марл уже 14-я шайба в этом году. И заканчивается на этом первый период. Во втором все для Торонто еще веселее. За 8 минут второго периода делают Мэйпл Ливз. Рывок 4-0. Вот такая шикарная шайба. Здесь такая легкая подкидочка. Удачный получился рикошет здесь от Митчелла Марнера. 22-я шайба в сезоне у него. Зак Хайман ассистент. Это было уже, собственно, на отметке минута 9 секунд. Через еще минуту 17. Быстрый отрыв. Андрес Йонсон зарабатывает для себя 18-ю шайбу в сезоне. Капанин. Маштон Мэйплэйс в ассистентах. Мэйплэйс у 29-й уже передача результативная. На этом проблемы для Эдмонтона не заканчиваются. Счет уже 3-1. Идет вроде бы, опять же, большинство. Но тут неважно. Видите, какой гол, какой уникальный просто бросок. Куда-то, каким-то образом залетает этот ближний угол. Ниландер. Пятая шайба в сезоне. Гол в большинстве. Опять же, замена здесь не сильно помогает. Косканин. Только 12 сейвов, 4 пропущенные шайбы. Выходит Столлард. Сместо него он совершил еще 18 сейвов. Но все равно ему успели Мэйплэйс тоже запихнуть. И все это за первую половину второго периода. Дубль. У Йонсена 19-я шайба уже в сезоне. Товарес, 32-я результативная передача. Ну и чуть позже сам Товарес уже в начале третьего периода зарабатывает последний для своей команды гол в этой игре. Играют они 5 на 3. Ну, естественно, Джон спокойно. 36-й гол в сезоне. Забавно, вот у Майка Бэбкок тоже про Товареса спросили по поводу его многочисленных хейтеров. Он говорит, что как у него в семье есть такая, вводится такая фраза. Смотрите, еще один интересный эпизод. Вот такая вот жесткая работа здесь против Трэви Трэвиса Дармута. Получил травму. 23-й номер Торонто. Но не было в этом эпизоде даже зариксировано нарушение. Жестокий немножко момент. Ну, итоговый счет этого матча 6-2. Понятно, что были определенные претензии у команды домашней по отношению к сопернику. 6-2, тем не менее, большая победа. А Майк Бэбкок говорит, что если твои колени не достают до кофейного столика, то у тебя, в принципе, нет права на голос. Так у него в семье водится. Ну, это про хейтеров Товареса намекают на возраст, наверх. Еще одно большое интересное противостояние. Калгари-Флеймс-Нью-Джерси-Девилс. Отлично работает команда Калгари в этом сезоне. Пытается возглавить вообще всю западную конференцию. Выглядит впечатляюще. По крайней мере, сейчас она лидирует с хорошим перевесом и в дивизионе, и во всей конференции в целом. Но ей, конечно, нужно пытаться удержать это свое потрясающее положение. Смотрим на начало матча. Первый период. Здесь быстрое нападение и достаточно симпатичный способ. Опять же, как здесь вот надо организовать здесь эту быструю атаку. Хороший эпизод. Но здесь на последнем рубеже достойно сработал Ритти. Конец первого периода. Ответный шанс здесь уже очень неплохой появляется у Флеймс. Бросок в исполнении Мэтью Ткачука. Результаты не приносит. Очень достойно работают в начале два голкипера. Маккензи Блэквуд сегодня оформил 33 сейва. 5 на 3. Большой перевес в исполнении команды гостей. Естественно, она им пользуется. Нельзя было такой эпизод упустить. И Лиас Линкольм. Уже 26-я шайба в этом сезоне. У Мэтью Ткачука 36-я передача. У Джонни Гудро 51-й ассист. Здесь, конечно, Блэквуду чуть-чуть не повезло. Он мог здесь этот рикошет от своего защитника нейтрализовать. Но прям вот капельку не хватило. Чуть-чуть действительно не повезло. А затем уже в равных составах здесь шикарная быстрая возможность у Дэвил, чтобы сравнять счет. Шикарнейший сейв от Ритти. У него сегодня всего 19 сейвов. Но, правда, и бросков было всего лишь только 20 на его ворота. Нико Хишер. Такое решение. И оно было чуть-чуть неудачным. Здесь вот шайба застревает в Риттихе. Шесть минут до конца. Периода номер два. Еще одна атака Калгари. Какой феноменальный эпизод от Марка Джордано. Какая пауза с передачи Джонни Гудро. Он такой говорит «Ха!» И все купились. Ну и голкипер в том числе. Джордано. Четвертый защитник в истории национальной хоккейной лиги, который в 35 лет имеет 60 очков в регулярке. Феноменальный сезон просто проводит. Дэвилс все равно умудрились зацепиться за этот результат. Они организовали вот такой вот гол в меньшинстве. Это было меньшинство. Это отбор шайбы. Кевин Руни. Прекрасная работа. Третий гол в сезоне. Дает своей команде жизнь. И это второй период. Впереди еще весь третий. Можно рвануть здесь. И шансы были. Но вот в начале такой страшный эпизод с Мирком Мюллером. Пострадал сильно. Просто потерял сознание сразу молодой человек. И... Ну то есть... Ну точнее не потерял сознание. Но он просто не чувствовал своего тела вообще в первые минуты после вот этого жесточайшего столкновения. Там все очень испугались. Но уже, опять же, отправляясь, он показывает, что что-то у него, что-то уже двигается. И в скором времени его выписали из больницы. У него нет никаких переломов. Отец говорит, что он в порядке. Все с ним будет хорошо. За Мюллера можно не переживать. Он будет играть. Ну и вот несколько шансов, которые были у Дэвилс. Конечно, надо пользоваться определенными возможностями. Но вот на то Калгари, Калгари. Команда шикарно тащит. И Марджи Ордана сегодня в очередной раз большой герой. Джонни Гудро – первая звезда этого матча. Еще был один любопытный момент с ловлей на скамейке Майка Смит из областного голкипера, который мельницу оформил, даже просто не играя в матче. У команды «Колорадо Аваланш» в домашнем матче, естественно, большая задача – улучшить свое положение в турнирной таблице. Дела, конечно, обстоят в этом тяжелом дивизионе сложно. Но задача на прохождение дальше вполне себе выполнима. Нужно выигрывать домашние встречи. Но вот здесь у Ванкувера большинство в начале этого матча, собственно, на первых минутах. Есть сначала сейв хороший, а потом и быстрая атака, потрясающее движение шайбы. Вот настолько, казалось бы, уже верный случай. Ну все, ну нереально абсолютно здесь промахнуться. Но вот Рантанину чуть-чуть не повезло. Чуть-чуть совсем бросок его со штангой разминулся. Середина первого периода, еще одна возможность. Вау, бросочелло! Нейтан Маккинон выстреливает в ближний угол. Что творит? Красивый отбор шайбы, хорошо поработали. Бам! Без шансов. 33 гола уже в сезоне. После работы Колина Уилсона и Свена Андригетто они ему шайбу доставили. Но Ванкувер, правда, вернулся достаточно быстро. Всего лишь только через одну минуту. Фан Руссел оформил для своей команды 1-1 счет. Еще одна супер-возможность не приносит Ванкувера результата. Два в одного ответная атака. Большинство у Кенакс. Красивое движение шайбы. Снова чуть-чуть совсем не удается. Эволанш забросит очередную шайбу. Мэтт Калверт выходил здесь на полупустые ворота. Ответная возможность, не менее симпатичная, могла получиться у Кенакс. Они уже все целиком убежали практически в это быстрое нападение. И оставили здесь голкипера в меньшинстве работать. Два игрока рванули. Шайбу потеряли и очень быстро реализовали свое здесь 3 на 2 преимущество. Красивый бросок Рантанен. Большинство реализованное. 27-й гол в сезоне. Ландес Кук, 32-я результативная передача. В ответ шикарный выстрел в исполнении Джоша Ливо. Приносит он своей команде равный счет. Это конец уже третьего периода. Осталось 3 минуты до конца. Шикарный бросок. 12-й гол. 2 минуты. Есть возможность зацепиться. Тем более, что какие-то странные вещи творит здесь Маркстрем. И каким-то образом Эвланш не использует данный шанс. Ну а точнее здесь как бы и штанга помогает. И все-таки на последнем рубеже неплохо выступает Таннер Пирсон, нападающий. В овертайм игра уходит. Здесь 3 до конца. Шанс выиграть матч. У Колорадо красивейшее движение. Не попадает по шайбе нормально. Здесь все тот же Ландес Кук. Есть возможность убежать у Ванкувера. Передача опасная. Все тот же Пирсон здесь на острие. Пытается шайбу уже туда затолкнуть, запихнуть. Сам он туда в ворота залез. Но Варламу пробить так и не сумел. Семен оформил 30 сейвов. Две шайбы и Маркстрем 43 сейва сегодня оформил. Два голкипера сыграли прекрасно. Ну и судья посмотрели этот эпизод. Сказали, что гола здесь не было. Итак, серия булитов. Ванкувер уже ведет 1-0. Колорадо надо спасаться. Вау! Вот это Рантанин, а? Мико Рантанин. Чуть позже 1-1. Шанс у Колорадо выиграть этот матч. И вот этот шанс был использован. Обидное, конечно, поражение для команды Ванкувер Канакс. Содерберг хорошая работа. Эвланш 28 побед. Пятое место в центральном дивизионе. 68 очков. Ну и, соответственно, почти все команды дивизиона центральной выше, чем, собственно, середники дивизиона соседнего Тихоокеанского. Вардлама в полном порядке. 9 матчей, 5 побед. Пропускаемость 2-2. До этого не очень все здорово. У него было, и он тоже. Причина большая того, почему команда создает такие неплохие результаты. В последнее время бьется за плей-офф. Ну и еще одно противостояние в рамках этого игрового дня. Патрик Кейн. Что за цифры? 12 матчей, 10 голов, 22 очка. У него есть шансы стать первым американцем за долгое-долгое время. Кто наберет, взобьет 50 шайб в сезоне. Но, правда, для этого нужно сохранять этот шикарный ритм. Начало матча. Кейн говорит, так, что такая защита какая-то слишком спокойненькая. Нате вам первую проблему. Симпатичный получился такой пас с бэкхэнда бросок. Но все-таки на последнем рубеже здорово работает в этом матче Райан Миллер. Очень неприятный здесь тоже эпизод. Пострадал достаточно жестко Дрейка Джула. Влетел в него там Рикард Ракел. Тоже Каджула тяжело поднимается в начале второго периода. 20 секунд там всего лишь только проходит. И вот такое мощнейшее, жесточайшее столкновение. Ну, Кейл отправлен отдыхать. Это возможность для Чикаго воспользоваться здесь численным составом. 5 минут большинство. Пошла атака Чикаго. Бросок и гол. Дебринкотт уже 35-я шайба в сезоне. Чуть позже это же большинство приносит уже проблемы команде Чикаго. И посмотрите, какой гол успевает заработать для себя команда Анахайма. Девин Шор с Джошем Мэнсоном здесь они убежали. Ну и, соответственно, Дерик Грэнд был на подстраховке. Второй период. Здесь быстрая атака в исполнении команды Анахайма. Кори Кроуфорд на последнем рубеже прекрасно действует. Кроуфорд впервые на льду за два месяца. Это большое событие. Большинство для Анахайма, но оно заканчивается вот таким шикарным проходом Артема Анисимова, который расстреливает Райана Миллера, пробивает ближний угол здесь. И у него 11-я шайба в сезоне. Красивый гол в меньшинстве. Так что два подряд гола от двух команд в меньшинстве. Здесь уже равные составы. И чудо-бросок заканчивается голом. Райан Кеслер здесь на картер Роуни. Записали в итоге на Роуни эту шайбу. Он ее коснулся. Рикошет оформил. Кроуфорд не справился. 2-2. Третий период. Анахайм давит Кори Кроуфорда. Но здесь, конечно, без шанса после такой неудачной работы. Трой Терри только второй гол для него после вызова в основную команду. Спокойненько разобрался. Но Чикаго догоняет соперника ближе к концу третьего периода. Красивая, конечно, передача от Деррика Гранта. Отдадим ему должное до конца. 5 минут. И Джонатан Тейвс. Разворотно такой получается бросок. И здесь главный герой все тот же Дебринкотт, который этот бросок передачу превращает в свою 36-ю шайбу в этом сезоне. И вторую в матче. Ну и, конечно, Патрик Кейн. Как же без него? До конца 20 секунд. Быстрая атака. И здесь Брэндон Сэтт с Патриком Кейном. И Кейн с 40-й. Юбилейный гол в сезоне. Что за чемпионат? Потрясающий для этого удивительного нападающего. За 17 секунд до конца. Здесь, конечно же, отмечаем, что сделал Брэндон Сэтт. Но Патрик Кейн, он сегодня главный герой. Он автор победной шайбы. И Чикаго зажимает соперника в тиски в гостевом матче. 4-3, 63 очка в данный момент у Чикаго. Команда претендует на попадание в плыв, хотя она последняя в своем дивизионе. Тем более вернулся Кори Кроуфер. Три главные звезды сегодняшнего игрового дня. Ну, естественно, нельзя обойтись без Никиты Кучерова. Он обязательно входит в топ-3 каждый игровой день, в котором он принимает участие. Очередные три результативные передачи. Его продуктивность феноменальна. Кори Кроуфорд оформил сегодня 29 сейвов. Тащил Чикаго как мог в этом важнейшем для себя матче. Возвращение. Два месяца его не было. Чикаго без него в воротах был так себе, но периодически выигрывал. И первая звезда. Митч Марнер. Гол плюс две результативные передачи. Очень успешное выступление его команды против Эдмонтона дома. Победа со счетом 6-2. Не забывайте о всяких разных наших самых разнообразных платформах, с помощью которых можно следить за регулярным чемпионатом, матчем всех звезд, уикендом всех звезд. Это, конечно же, плой-офф Кубка Стэнли. Национальная хоккейная лига в полном объеме доступна вам. Наслаждайтесь вместе с нами тем, что происходит в североамериканском хоккее. Спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!